Денис Базанков Денис Базанков В том числе и управляющих компаний У нас, кстати, кто не в курсе Есть некоторые управляющие компании В виде, например, Конега У которой 150 домов И там люди с нового года Без канализации, без воды И все нормально С точки зрения работы администрации Ну это же, во-первых, все люди Практически там и работают Те, кто работал раньше Именно в отделах Контракты действующие все заключены, и думать, что вдруг что-то поменяется резко – это невозможно. Такую машину, чтобы развернуть, нужно большой срок времени, это нужны программы, которые должны быть подготовлены, должны быть изменения в бюджет, и реально увидеть, наверное, только что-то в следующем году. А вы думаете, что в следующем году что-то изменится? Нет, мы мечтаем. Я не знаю, может, вы и мечтаете. Если мечтаете, то да, я говорю из реалии, а если говорить о том, что что-то поменяется, если даже вообще не будет ни мэра, ни трёх замов, ничего не произойдёт. Все, кто на работе, выполняют свои обязательства, у всех есть регламент, все объёмы, все контракты заключены. Бюджет, я уже говорил в Горсовете, принят, нормативные акты приняты, по ним работам, есть федеральное законодательство, никаких изменений не будет. То есть вы сейчас, опять же, реально говорите о том, что кто бы ни был у руля, всё, собственно, будет так же, ничего не меняется. Конечно, конечно. Ну, другой вопрос, кстати, кто сетименеджером-то, давайте продолжим эту тему, может стать, в прошлый раз мы Шершова вспоминали, да, Игоря, который назначен от правительства курировать вопросы по ЖКХ, мы в Петрозаводске, по крайней мере, а та же Елена Мирошник, может. Так а почему нет-то, кстати, тоже не самый плохой вариант. Ну, если, по-моему, жихи образования, если я не ошибаюсь. А не надо, вот я вам даже приведу, вообще это, вот девушка выиграла конкурс управляющих автомобильными салонами в Петербурге, в системе Ауди, она была приглашена из директора картинной галереи. Если человек управленец и понимающий вообще принципы, куда бежать с перепугу, то это не важно, отраслевое образование. Но тут, наверное, наоборот, как раз нестандартный подход к решению проблем. Конечно, конечно, умение, компромисс, опыт работы в муниципальных органах власти, умение выстраивать взаимоотношения, это намного важнее, чем какой-то там супертехник пришел, тут я знаю, как строить, как дороги там чистить. Не надо этого ничего, надо уметь выстраивать отношения. Поэтому не самый даже и плохой вариант. Главное, не заниматься интригами, политиками и лоббированием каких-то интересов. Вот сейчас телезрители вам скажут, ну что ж Шершина-то тогда? Нет, там была другая ситуация, там было политическое лобби, там бизнесом занимался Попов, расставляя своих людей. А здесь другая ситуация, она человек из образования, значит, чиновник фактически, муж у нее не предприниматель, который там расставляет своих людей, ищет контракт. То есть думать, что она начнет заниматься бизнесом или лоббированием каких-то интересов, вероятности нет. Поэтому с точки зрения вот такой аполитичности и коммуникабельности, она может быть даже самый компромиссный вариант. В связи с тем, что у нас сейчас полет нормальный, продолжаем мы падать в плане экономики, евро с долларом у нас взлетают. Как-то это сейчас может отразиться на нашей повседневной жизни? Да, конечно, на нашей жизни очень сильно отражается. Не как-то вернее, а каким образом вот сейчас это все может быть? Так мы уже говорили на эту тему, экономики-то нету. Экономики нету. Если надо поднять еще банковскую ставку… Это план, да, действия уже, поднять? Да, у нас же было как-то 170, потом даже как-то 230% в год. Вот надо поднять и закончить с этой экономикой. А потом просто объявить, экономики нету. Да, и так ее нет, и так нет. Слово экономика подразумевает работу, получение прибыли, движение по законам. Мы не движемся по законам с такими условиями развития, что называется, финансовой структуры. Неплохо, кстати, вот сказал Терепаска на сейчас в Давоском форуме по поводу нашей, вообще экономики нашей. У нас экономика, вообще программа ничего не делать в экономике. Вот ничего не делаем, вот и хорошо. Это все может отразиться на действующем правительстве, на «Единой России», поскольку у нас партии власти называют «Единой Россией». Конечно, отразится. Сегодня мы уже… У нас выборы все-таки в Госдуму, законодательное собрание здесь на местном уровне. Да, но местный уровень там меньше, но, конечно, это же тяжело, когда был префицит бюджета, уже даже складывали деньги в фонд будущих поколений, не в бешеную. А сейчас она упала до такого состояния, что… Выручки-то фактически минимум поступает. И, конечно, наполнение бюджета вообще сложнейшее. Надо свернуть все программы, снизить зарплаты, ну или отпустить курс доллара вообще в космос. Очень тяжело им. Сегодня реально тяжело, потому что правильно все экономисты говорят, время-то упустили, когда реальная экономика. Мы отстали в экономике. Почему упустили-то? Мы же ничего не упустили, если слушать Дерепаску. Нет. Так наоборот. Ничего не делали и так. Так вот это и есть проблема, что ничего не делать. А надо было, пока высокое нежное было, развивать нашу промышленность. Мы отстали. Сумшение. Вот в Карелии здесь полегче ситуация. Так здесь ничего нет, по-моему. Вот. Здесь полегче. Поэтому глобально ни на что не влияет. Уже там доллар 80 или 180. Подождите, а вот судостроительный завод, помните, у нас рапортовали, что запустили там? Да, градообразующее предприятие, прозвучало, колл-центр у нас, сельхозбанк, это градообразующий, Ростсельхозбанк, потому что все заводы управления рядом с колл-центром, Петрозавод с Машей когда работало, когда-то 10 тысяч. Заводом все ясно, да. А колл-центр стал градообразующим предприятием. Это достижение. Еще у нас завод по варке корыто варят. Судостроительный. Да, да, да. Вот корыто варят железное и говорят, что суда строим. Но строили, может, после войны, то сегодня это совсем не серьезно. Вот суда строит это Южная Корея, да. Причем заказы наших Газпрома, газовозы огромные, с сумасшедшей электроникой, с безопасностью океанической. Вот там у них судоверфи. Полный цикл они выдают современнейшее, новое электронное. Понятно, производство. Да, вот это. А если мы здесь какое-то корыто из железа сварили, но у нас ничего, даже внутрь положить нету, проводов нету, шурупов нету, ничего нету. Ну, какое же производство? Вот такой же разрыв сумасшедший. Просто, значит, пещеры вышли, из пещеры выходим, а люди уже в стаэтажных домах живут. Вот разница такая. А наша исполнительная, в том числе законодательная власть, в этой ситуации, собственно, ничего и не могут. Ну, мы же в государстве живем, но местный уровень не отдано. Оно и называется, что местный уровень. Контракт на дороге, и да, на уборку, и на подметание отданное место власти. Ну, так если бюджета сейчас не будет, так и контрактов не будет. Будет немножко, это будет. Чуть-чуть будет, чуть-чуть и подметем, чуть-чуть снежка уберем, нормально все. Но в тех условиях мы не определяющие здесь. Ну, вот как раз насчет снега. В Петрозаводске у нас его как, он сам растает? Нет, почему? Потихонечку убирают. Ну, контракты же были сделаны сейчас, что говорить-то? Из тех возможностей были сделаны, тем более, я так понимаю, что прошлая администрация Галина Игорева находилась в состоянии, уйдет, не уйдет. Так, поэтому, конечно, и они такие контракты делали, что все равно там. Слушай, а вам не кажется, вот сейчас вообще и шершиной на руку эта вся ситуация, вспомнили опять фамилию, то, что все вовремя, вовремя. Нет, вы тогда договоритесь с их штабом, чтобы они финансировались. А кто у них штаб-то возглавляет? Ну, яблоко, яблоко. Слабонова, да, с ней. Мы тогда начнем их качать в полный рост. Надо понимать, что люди не будут думать, как исполнялись обязанности Шершиной или Мирошник. Вопрос в том, что если экономическая ситуация ухудшится, то ближе всех к народу – это городская администрация. И любое ухудшение будут говорить, что прошлое лучше, этот хуже. А на самом деле они оба не влияют на ситуацию. Ну, а заметьте, да, каждый, кто сменяет у нас наверху, все время предыдущий был лучше. Ну, так вот. Не, а по губернаторам, наоборот, говорят, я всегда предыдущий хуже. Хуже был. Ну, конечно, Степанов, потом Катанандов лучше, потом, значит, там, Нелидов пришел, и тут как-то довели республику, я тут пришел сейчас, Александр Петрович тоже лучше, чем все остальные. Поэтому. А кто будет от Карелии, на ваш взгляд, представлять Единую Россию на выборах в Госдуму? Да, вот это опять. Вот один вопрос, нет, один вопрос, на ваш взгляд, Пивненко уже все, она сходит из дистанции или нет? Нет, это самый... Вот о чем люди говорят, вопросы задают? Очень сложно, это очень крепкая... Фигура? Да, женщина, политик, плотнее всех стоит на земле, из кандидатов от Карелии в Госдуму. То есть, как бы еще списывать рано? Вообще невозможно списывать. Невозможно списывать, да? Только на повышение? Ну, не повышение, это же просто в депутаты опять возможно, конечно, ну что, огромные связи в Москве. И все равно, ведь Москва главное это решает, одно желание этого мало. То есть, мы все равно, в принципе, живем по плану, который нам предоставлено сверху. Это мы про депутаты от Единой России, а другие-то от Яблока, от Справедливой России у нас сильные кандидаты. Хорошо. И о перспективах Петрозаводского городского совета, о тех перспективах, которых нет, вы в прошлой программе сказали, но тем не менее. Нет, я не про перспективы, нет, я сказал, что все задачи горсовет решил, до Нового года принял бюджет, два чтения, да, принял все программы, отправил мэра в отставку, по процедуре очень сложной. Как блокнотики, плюсики, да? Теперь дальше исполнительной власти только отрабатывать, а все остальные бюджеты, которые уже после сентября, будут принимать другой. Чем вы будете сейчас заниматься-то в ближайшее время? Да, я вообще на работе работаю, причем здесь, это же моя общественная нагрузка. Так я и говорю, общественная нагрузка. Вот схожу, если позовут, проголосую, если вдруг что-то будет предлагаться, но в этом сомнение. Предлагаться нечего уже, да? Нечего голосовать, что? Бюджет же приняли, все прописано, сколько куда, на ремонт, сколько, значит, на школы. Все же прописано, а теперь только исполнение, даже не надо будоражить, зачем? Ну и ладно, самый последний вопрос. Когда у нас будет евро-100 стоить? Значит, я думаю, это будет быстро. Неделька-другая? Не, ну неделька-то слишком, ну я думаю, февраль. Февраль. Каждый день такие, если всплески, так чего говорить. Все замечательно. Но это ведь вообще не страшно, 100, причем не 100 евро? Вот 300, когда вот тут надо, мы может оживем, а 100-то это ерунда. По-прежнему... Даже не заметим. Да, понятно, по-прежнему люди делятся на две категории, у кого есть миллион евро, у кого нету, да? Да. Ну все, на этом сегодня закончим, напоминаю, вы смотрели без посредников на телеканале ТНТ «Онега», у меня в гостях был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Юдарович Макеев, увидимся в нашем эфире, всего доброго. До свидания.